Привет, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. У нас сегодня 25 июля. Общенациональный опрос в Америке, проведенный с 21 по 22 июля компанией Ipsos совместно с Reuters, показал, что вице-президент США Камала Харрис обогнала по популярности Дональда Трампа как кандидат в президенты, даже не вступив, между прочим, в президентскую гонку официально. Она набирает сейчас 44% против 42% у ее конкурента. Тенденция для кандидата от Демпартии является ободряющей, если вспомнить, что аналогичный опрос, проведенный в начале июля, показывал лидерство Трампа с перевесом в 1% пункт. Ну а опрос от 15 июля продемонстрировал выравнивание шансов у обоих кандидатов. Еще более уверенно, избиратели отвечали на вопрос о том, а способен ли соответствующий кандидат выполнять задачи президента. 56% зарегистрированных избирателей согласились с утверждением, что Харрис способен справляться с проблемами, тогда как о Трампе то же самое сказали лишь 49%, не говоря уже о резком контрасте с Байденом, которого в этом аспекте положительно оценили лишь 22%. Не менее оптимистичным выглядит и расклад в ситуации, когда избирателям показали гипотетический бюллетень, в который кроме Харрис и Трампа был включен еще и независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший. В этом контексте представительницы Демпартии предпочтение отдали 42% избирателей, тогда как Трампу 38%, ну а Кеннеди 8%. Это означает, что если Харрис продолжит удерживать нынешний тренд, то у нее есть все шансы обыграть соперника в день голосования в ноябре. Для Украины и ее сторонников это отличная новость, учитывая, что Харрис является давней и последовательной сторонницей Украины. В отличие от Трампа, она прямо говорит, что США будут оказывать украинцам всю необходимую помощь для сопротивления агрессии России, в то время как Трамп наивно или же в свои корыстно рассчитывает заключить с бучанским мясником Владимиром Путин некую сделку о мире и при этом, между прочим, ни разу за все время не назвал Россию агрессором, равно как ни разу не говорил и о своей готовности последовательно поддерживать Киев. Харрис с самого начала своей политической карьеры осуждает российскую агрессию против Украины. Во время предвыборной кампании 2020 года она жестко осудила оккупацию Крыма, ну а в декабре 2021 года публично предупредила Путина о возможности введения беспрецедентных санкций в случае вторжения в Украину, хотя ее тогдашняя должность, между прочим, не предусматривала комментариев о внешней политике страны. В 2023 году Харрис призвала привлечь Россию к ответственности за военные преступления, подчеркнув, что США будут поддерживать Украину, цитирую, столько, сколько потребуется. В июне 2024 года Харрис возглавила американскую делегацию на глобальном саммите мира в Швейцарии. Тогда она заявила, что условия кремлевского диктатора о прекращении войны в Украине фактически являются не более чем требованием капитуляции, а ведь в сущности ровно это и собирается сделать Трамп, подтолкнуть Киев к завершению войны на невыгодных для него условиях, то есть на условиях капитуляции, ибо никак иначе нельзя назвать повторяющееся заявление республиканского кандидата о стремлении усадить обе стороны за стол переговоров. Свой первый предвыборный митинг Харрис посвятила именно критике своего конкурента. Выступая на этом мероприятии с участием тысяч и тысяч людей, а прошло оно на днях в городе Милуоке в Висконсине, одном из ключевых штатов, где будет решаться исход голосования, политик повторила то, что говорила днем ранее во время выступления в своем штабе. Цитирую. «Дональд Трамп хочет отбросить нашу страну назад. Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или же в стране хаоса, страха и ненависти?» – провозгласила она. Агентство France Press обратило внимание на важную деталь. В то время как Джо Байден в ходе своей компании часто говорил о Трампе как об угрозе демократии в широком смысле, Харрис использует более личный подход, или если хотите личностный, который включает ссылку на собственный послужной список в должности прокурора Калифорнии. Тогда, подчеркивает Харрис, ей пришлось частенько разбираться с теми, кого она назвала хищниками и мошенниками, подобными бывшему президенту Трампу. Цитирую. «Я бралась за преступников всех мастей, монстров, которые издевались над женщинами, а также жуликов, которые обманывали потребителей и нарушали правила ради собственной выгоды», сказала Харрис, пообещав в случае избрания добиваться расширения доступности абортов, а именно аборты по-настоящему раскалывают Америку сейчас, а также упрощение вступления работников в профсоюзы и решение проблемы преступлений с применением огнестрельного оружия. Ее энергия, сила и уверенность, в очередной раз продемонстрированные на публичной площадке, показывают, команде Трампа пришло время нервничать. Нервничать по-настоящему. Во-первых, потому, что Харрис демонстрирует большую напористость, резко контрастирующую со слабым образом, который ей пытается навязать протрампистская пропаганда. Во-вторых, стало ясно, что в предвыборной борьбе республиканская сторона лишилась своего главного аргумента против демократического кандидата. Аргумента о слишком преклонном возрасте со всеми его соответствующими проблемами. Теперь этой плетью будут хлистать самого 78-летнего Трампа. Формальное назначение 59-летней Харрис в качестве кандидата не вызывает сомнений. Буквально в течение суток ей удалось собрать более 80 миллионов долларов на свою избирательную кампанию. Кроме того, она получила доступ к уже собранным для Байдена 100 миллионам долларов. А также она смогла заручиться поддержкой большинства делегатов, которые на съезде партии в августе проголосуют за ее кандидатуру, в то время как три четверти демократических избирателей уже согласились с фигурой Харрис в качестве замены Джо Байдену. Когда вечером в воскресенье сам Байден снялся с выборов и предложил вместо себя именно своего вице-президента, в СМИ и в соцсетях начали распространяться сообщения по поводу якобы невысоких шансов Харрис против Трампа. Но спустя четыре дня стало ясно, что эти страхи не просто преувеличены, они и вовсе могут не иметь никакой почвы. Дело в том, что сейчас сильные стороны Камаллы очевидны. Первое. У нее серьезный политический и юридический опыт. Сначала должность гособвинителя в одном из богатейших штатов, а затем постсенатора, где она занималась международными отношениями. Трамп же до своего первого президентства не имел ни политического опыта, ни опыта в госслужбе. Второе. Харрис по очевидным причинам вызывает симпатии у той колеблющейся части американского электората, который идентифицирует себя с черными, цветными, азиатами, женщинами, ну а в сущности вообще с меньшинствами разного рода, вне зависимости от специфики. Этот сегмент потерян для команды Трампа, который представлен двумя белыми мужчинами. Зато является приобретением для Камалы, которая может стать первой женщиной президентом США, да еще и афро-азиатско-американского происхождения. Третье. Она эффектна и эффективна, надо заметить, куда более эффективна, чем Байден, использует свой бэкграунд для атаки на конкурента, позиционируя себя как огонь правосудия, призванный спалить рвущегося к власти гангстера. Атакуя Трампа, Харрис напомнила о многочисленных нарушениях, допущенных им в бытность главой государства, от коррупции до попытки госпереворота. Как бывший прокурор, она будет вести нечто вроде публичного процесса в отношении Трампа, уже признанного виновным в уголовном преступлении, а также, который, напомню, является фигурантом еще ряда дел, дабы избиратели вынесли в ноябре свой вердикт. Наконец, Харрис, в силу относительно молодого возраста, является представителем нового поколения, тогда как именно Трамп теперь, после выхода Байдена из гонки, вынужден тащить на себе ярлык самого старого кандидата на должность президента в истории США. Радио Свобода пишет о Харрис так. Энтузиазм и даже эйфория – знак первых дней ее кампании. Демократы, обреченно смотревшие на перспективы гонки с Байденом, обрели новое дыхание. Социолог Игорь Эйдман из Берлина уверен, что выбором Камалы Харрис Джо Байден ловко обыграл Трампа. Из его слов следует, что действующий президент США поступил в духе айкидо. Ну, это, по крайней мере, моя характеристика того, что говорит Эйдман. То есть, Байден позволил команде Трампа полностью раскрыться. Ну, а потом внезапно обернул энергию Трампа против него же самого. Трамп в течение долгих месяцев строил свою критику Байдена из-за его возраста. Однако теперь ему самому придется отбиваться от этих же нападок. Трамп в эйфории явного преимущества решил не заботиться о привлечении неопределившихся избирателей. И в качестве своего вице-президента выбрал одиозного Джеймса Дэвида Вэнса, который, в отличие от той же Ники Хелли, не способен расширить электора Трампа. Понятно, что если бы Байден вышел из гонки и передал бразды кандидатов в президенты Камале Харрис раньше, то есть, скажем, несколько недель назад, сразу после неудачных для него дебатов, республиканцы успели бы сориентироваться и сменили бы риторику, а также подумали бы над другим кандидатом в вице-президент. Но они скрылись. А Джо только после этого вышел из гонки и, таким образом, воспользовался вот этой поспешностью Трампа. Теперь команде Трампа поздно менять уже и акценты, с которыми они идут вот на этих выборах, да и самого вице-президента Вэнса. Цитирую. Байден испортил игру не только республиканцам, но и российской агентурии, пытающейся под видом переговоров о мире принудить Украину к капитуляции. Ангажированные Кремлем капитулянты стремились убедить украинцев идти на уступки Путину, пока не пришел к власти Трамп и ситуация для Украины не ухудшилась. Теперь шантаж Трампом больше не работает. Шансы этого сбитого летчика вернуться в Белый дом сведены к минимуму, заключает публицист. Сейчас главная интрига — это вопрос о том, кого Харрис выберет в качестве вице-президента. В то время как Вэнс не принес и не принесет Трампу ни единого дополнительного процента, Харрис через кандидатуру своего заместителя сможет привлечь до 5 дополнительных процентов голосов избирателей. Иными словами, рейтинг Трампа уже не имеет потенциала для роста, тогда как Харрис, если не допустит серьезных ошибок в ближайшие недели и месяцы, сможет значительно повысить свою популярность, которая, как видим, у нее уже сейчас чуть выше, чем у Трампа с его культом личности. Личности, которая полна гнева, лжи и страха. Страха перед тюремным сроком, который может стать реальностью в случае его поражения на ближайших выборах. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Напомню, что сейчас мы ведем сбор для украинского подразделения, которое работает на передовой на Покровском направлении. Ему срочно требуются три дрона «Мавик», а также три зарядные станции. Сбор ведется на организацию «Хаплон Фаундейшн», которую мы недавно с литовским волонтером Жилинсом Святоисом, который регулярно ездит в Украину, открыли. Итак, реквизиты и банковские, и PayPal этой организации в описании к этому видео. Цель 15 тысяч евро. За 8 суток собраны 6200 евро, в подтверждение чего я прилагаю сейчас скрины с PayPal счета, а также с банковского счета организации «Хаплон Фаундейшн». Сейчас вы увидите интервью с Жилинсом, где мы обсуждаем вопросы, связанные с организацией закупок и доставки соответствующего оборудования на фронт украинским бойцам. А перед этим напомню, что вы также можете помочь и нашему каналу «Ньюсейдер», если вам нравится то, что мы делаем, через ссылки, которые я даю в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube, в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Итак, Жилинс Святоис, добро пожаловать. Жилинс, привет. Привет. Ну что, давай немножечко расскажем нашим зрителям, как, собственно говоря, проходит процесс сбора. Вот мы уже, получается, меньше чем за неделю собрали на данный момент около 5000 евро из 15 тысяч необходимых на три дрона «Мавик», а также три зарядные станции для бойцов, которые держат сейчас покроска направления. Ну и, конечно, всем интересно узнать, а как, собственно говоря, скоро будет собран вот сам пакет оборудования и доставлен на передовую, потому что от скорости все зависит, потому что сейчас на фронте тяжелейшая ситуация, особенно на Покровском направлении. Поскольку, в общем, поиском и закупкой оборудования непосредственно занимаешься ты, как ты и доставляешь это оборудование, вот тебе и слово. Расскажи немножко нашим друзьям, зрителям и, кстати, бойцам, которые ждут это оборудование. Чего ждать? Как скоро будут эти вещи на фронте? Когда они будут у меня, сразу я собираюсь и еду и отдаю ребятам, чтобы они ими пользовались. А вообще-то, как можно быстрее у нас будут эти деньги, чтобы перевезти компанию. А дроны, кстати, они сейчас все, ну, можно за большие деньги купить, конечно, просто позвонил кому-то, дают тебе там полтора раза больше и покупаешь. Но если хочется купить за нормальную цену, дроны, ну, они не заказываются там большими количествами, потому что их просто нету, они все выкупаются. И надо, как бы, заранее сказать людям, моим контактам, чтобы они их резервировали для нас. И, значит, это примерно где-то, ну, они неделю могут ждать, чтобы я их купил. Значит, мы будем их резервировать, когда мы увидим, что уже примерно нам неделя осталась до окончания сбора. Вот. А эти аккумуляторы, зарядные станции, наверное, купим уже раньше. Вот. Потому что их еще более-менее можно найти. Вот. И тут таких, такого дефицита нет. Это все-таки покупают люди для себя иногда, но в основном это идет все-таки тоже на фронт. Ну, тогда, друзья, вот как я понял из того, что сказал Жилинос, чем быстрее соберем, и, скажем так даже, чем быстрее будут темпы сбора сейчас, тем, соответственно, мы раньше сможем зарезервировать вот эти дроны. Дроны – это самая важная часть вот этой закупки, поскольку они спасают жизни украинским бойцам непосредственно. Поэтому, ну, как вы понимаете, да, я, естественно, в очередной раз призываю всех, кто может помочь, пожалуйста, помогите бойцам на Покровском направлении. Чем быстрее пойдет сбор, тем, соответственно, у нас будет больше шансов просто раньше взять эти дроны, потому что если, допустим, этот процесс сбора будет растянут еще на несколько недель, то вообще неизвестно, а будут ли вот эти дешевые дроны, ну, или дроны по более-менее приемлемой цене у конкретного продавца в то время. Вот сейчас они, как я понимаю, есть. Вот сейчас Жилинос теоретически мог бы зарезервировать. Но если он зарезервирует, а через неделю у нас не будет денег или не будет нужной суммы, ну, купим, значит, там, скажем, не три дрона, а один дрон. А так хотелось бы, конечно, сразу весь заказ выполнить, потому что нужно именно три, и понятно, что мы же не можем по одной штуке возить туда. Вот сейчас одну штуку, потом через месяц еще одну. Потому что процесс непосредственно вывоза вот самого этого оборудования, да, он тоже сложный. Вот если уж везти, так везти сразу много. Поэтому мы в любом случае будем ждать, когда все деньги будут у нас, когда мы все дроны сможем купить. Ну, я правильно говорю, Жилинос? Естественно, так один дрон даже за топливо, тут море денег выходит. Так что тут, да, естественно. Ну, и время свое тратить там. Получается же неделю, в принципе, проводишь в дороге, когда везешь товар, а не меньше. Иногда даже и больше, если ребята не могут выехать из позиций, там, так далее. Нету связи же постоянно. Тут в Украине нам надо подстраиваться к ним, а они, к сожалению, к нам подстроиться не всегда могут. Спасибо тебе большое за эту беседу и за это разъяснение. Спасибо всем, кто донатит, и слава Украине. Героям слава, спасибо, друзья. Друзья, спасибо вам за просмотр этого видео, и, как всегда, благодарю всех, кто поддерживает Нюсейдри, особенно, конечно, тех, кто поддерживает украинских бойцов и помогает им собрать на очень важное для них оборудование, оборудование, которое спасет им жизнь. До скорого!